Иван. Технологическое лидерство. Евгений, можно презентацию? Сегодня мы видим некий тренд среди групп по поводу централизации собственной группы. Поскольку мы сегодня говорим о будущем, давайте мы тоже попробуем централизироваться. Закройте на несколько мгновений глаза и представьте себе будущее. Что вы представляете себе? Я думаю, что большинство представит себе именно технологии. Потому что ассоциируются группы, ассоциируется будущее у нас именно с технологиями. С развитием технологий, какие-то летающие машины, какие-то роботы и так далее. Канатоходы. Канатоходы. Отвечая на вопрос, каково нашей группе место в будущем энергетики, мы ответим, ключевое. Будущее России невозможно без технологического лидерства, без технологий, без технологических прорывов. Что мы можем предложить для того, чтобы попасть в это будущее? Мы рассмотрели отрасль энергетическую и разработали некую концепцию, некие критерии энергетики будущего. Первое, самое важное для нас, это безопасность. Причем безопасность комплексная. Безопасность государства, технологическая независимость. Безопасность человека, охрана труда. И безопасность окружающей среды, безопасность экологическая. Следующий критерий – надежность. Думаю, что не требуется пояснений. Качество. Доступность энергии. К сожалению, для многих она сейчас недоступна. Проблема технологического присоединения – одна из очень острых проблем. Энергоэффективность. Нужна эффективная энергетика, очевидно. И последнее – это удобство. Удобство для пользователя, для конечного пользователя, для потребителя. Следующий слайд можно? Как мы видим это? Существуют на сегодняшний день технологии в зачаточном состоянии, беспроводной передачи электрической энергии. Низкие КПД, небольшие расстояния, небольшая мощность. Но это необходимо решать. Это дело времени. Позволит данная технология ответить всем критериям энергетики будущего. Далее. Термоядерный синтез. Токомак. Чуть позже вернемся к этому. Следующее. Распределенная энергетика. В существующей ситуации распределенная энергетика под вопросом ее эффективности. Но если внедрить все имеющиеся новые технологии, которые сейчас развиваются, это водородная энергетика, это разработка способов хранения электроэнергии, а также активное использование альтернативных источников энергии, таких как ветер, солнце, геотермальные источники, приливы, биосинтез и так далее, то мы получим реальную возможность для повсеместного распределения, внедрения распределенной энергетики. Далее. Умный дом. Сразу от нескольких групп возникла потребность в умных домах. Технология отработана. Технологию не представляет особой возможности внедрять повсеместно. Техническая возможность. Поэтому я думаю, что это нужно делать. И возвращаясь к первому термоядерному синтезу. Можно следующий слайд? Вот на картинке действующая установка, которых достаточно много и в Российской Федерации, и в других странах. И на сегодняшний день ведется разработка, некий глобальный проект, очень дорогостоящий, который невозможно внедрить ни одной стране в одиночку. И всем миром сейчас строится огромный реактор для термоядерного синтеза. Находится он, правда, во Франции, к сожалению, не в России. Людям удалось достичь разогрева среды до 150 миллионов градусов Цельсия. Вот на слайде 15 миллионов градусов Цельсия – это температура ядра Солнца. На сегодняшний день технологии позволяют разогреть в 10 раз больше. Это большое достижение. Я считаю, что необходимо переходить от эволюции к революции и строить энергетику будущего. Спасибо группе технологического калинистра за образ будущего, который они видят. И мы, наверное, с ними тоже, наверное, к этому и будем стремиться. Работать с своего круглого стола. Вопросы на понимание? Гордеев Илья, наука развития. Правильно я понял, что вы сторонник революции? Да. Вопросы на понимание. Вот по поводу развития термоядерного синтеза. Правильно ли я понял, что вы хотите, в том числе, космические какие-то технологии в области развития энергетики использовать? Это не космическая технология, это действующая технология. Действующая, да? Спасибо. Тогда мы предложим, сможем презентацию Министерства развития энергетики? А я предлагаю осуждение потом после просмотра, в том числе, нашей презентации, наверное, осуждение проведем общее. Итак, у нас замминистра по инновационным технологиям Константин. Группа Министерства развития энергетики. Министерство развития энергетики ожидает от группы технологического лидерства работу по следующим трем аспектам. Первый аспект – это импортозамещение, импортонезависимость. То есть необходимо, чтобы во всех стратегических областях мы не зависели от иностранных поставок оборудования, от иностранных технологий, чтобы внутри страны все это могло разрабатываться самостоятельно, без какой-то внешней помощи. Второй пункт – это создание высокопроизводительных рабочих мест. Опять же, создание ВПРМ, наше мнение, оно не ведет к резкому увеличению безработицы, потому что высвободившиеся кадры, они же не идут на улицу, они идут на новые заводы. Таким образом у нас просто увеличивается выпуск промышленной продукции в тех сферах, в тех направлениях, которые наиболее перспективны. И последнее, что мы ждем от группы технологического лидерства – это развитие технологического предпринимательства. То есть необходимо стимулировать молодых ученых, молодых инженеров на то, чтобы максимально продвигать их перспективные разработки, внедрять их в производство. Что Константин сказал, развитие технологического предпринимательства здесь еще подразумевает создание предприятий малого-среднего бизнеса, которые бы занимались уникальными технологиями, которых сегодня или нет, или они у нас на каком-то уровне слабым. При этом, конечно же, будет взаимодействие, в том числе наше с другими, наверное, министерствами по экономическому стимулированию, в том числе налоговым, кредитам и прочее, для того, чтобы это все дело развивалось. Спасибо большое группе за это наглядное представление. Я когда закрыл глаза, когда вы просили, я именно так себе все и представил. Если говорить дальше, то, конечно, мне кажется, в запросе министерства развития не хватает вот этих вот числовой оценки, сколько нужно. Потому что, мне кажется, главная проблема-то не вот, ну, то есть, так вот, когда мы на это смотрим, например, создание ВПРМ. Ощущение, что, дескать, ну, там, один-два ВПРМ. А мне кажется, современная проблема, она как раз в том и есть, что вот, ну, по оценкам специалистов, ну, вот, я вижу, значит, разных экспертов там из Сколково и из разных других мест. Есть вот такое мнение, что чтобы сегодня сделать шаг на новую технологическую платформу, нужно собрать в единой системе разделения труда, собственно, около одного миллиарда человек. То есть, чтобы создать, разработать и внедрить новую технологическую платформу, нужно собрать один миллиард человек. Вот. И, в общем, если мы, скажем, ну, начнем, ну, как бы думать о том, вот, как сделать это импортозамещение, импортонезависимость так, чтобы удержаться на, ну, актуальном технологическом уровне, если мы посчитаем, особенно количество человека часов, сколько нужно вот этого самого, чтобы это сделать, то вот тут, мне кажется, вот в этом как раз месте возникает вот это вот, ну, короче, вот это вот, мы начинаем, ну, как бы, ощущать, собственно, величину проблемы. Потому что так-то, ну, дескать, что там, ВПРМ, дескать. А когда мы вот оцениваем это в числах, то мы неожиданно обнаруживаем, что, в общем, это сделать невозможно. Никогда. И вот здесь, в этой ситуации, когда нужно и невозможно, а мне кажется, вот здесь вот впервые начинает возникать возможность для нас, ну, в общем, начать обсуждать настоящие вещи. Настоящие. Вот. Ну и в этом смысле, вот, вы, наверное, знаете, что по вот этому указу президента, действительно, в экономике нашей страны, к 2020 году нужно создать для того, чтобы наша страна, в общем, удержалась бы на тех позициях, которые сейчас есть, потому что мир весь очень быстро развивается. Вот чтобы удержаться на тех позициях, которые сейчас есть, нужно к 2020 году создать в экономике нашей страны 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Вот такая задача была сформулирована. Я лично считаю, что это самая главная задача, конечно, потому что она дает решение, ну, как бы всем остальным. И в этом смысле я вот с группой дома согласен, что, в общем, через это можно дальше все собрать. Вот. И если, например, мы… Вот эта сумма давно уже была, собственно, разделена между отдельными областями, и уже в рамках областей, получается, в Свердловской области нам нужно создать 845 тысяч этих самых высокопроизводительных рабочих мест. А получается, в энергетике нужно создать что-то типа, по-моему, 65 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. И вот если бы, ну, дескать, например, Министерство развития решило бы вот эту задачу, это был бы, конечно, ну, в общем, это был бы шаг. Потому что сегодня эта задача Министерством энергетики Свердловской области саботируется. Саботируются, делаются фиктивные отчеты. Фиктивные, что, дескать, мы якобы, вот, дескать, в этом, получается, квартале сделали как бы тысячу, якобы сделали тысячу высокопроизводительных рабочих мест в энергетике. А как это возникло? Они просто вот эту вот сумму, собственно, разбили на отдельные кварталы, и получилось, собственно, что вот, дескать, нужно вот столько внедрять. На самом деле не внедрено ничего, потому что никто не знает, как создавать высокопроизводительные рабочие места. Никто не знает, как это делать. Потому что тут же надо что-то делать, а как бы это же сложно. И, в общем, если бы был найден способ, как это делать, конечно, мне кажется, это вот был бы шаг. И в этом смысле вот эта группа, если бы она смогла нащупать вот это вот направление, а министерство смогло бы, ну, осознать и смочь эту задачу поставить и добиться ее решения через организацию вот этого взаимодействия со всеми остальными группами, мне кажется, это было бы очень круто. Потому что это вот настоящий вопрос, на который сегодня администрация области не знает ответа. Не знает ответа. И, в общем, никаких пока что подходов к этому нет. Нет подхода. Да, потому что, ну, если говорить про энергетику, я так понимаю, в ней сейчас, собственно, работает там что-то типа типа 25 тысяч, собственно, этих самых рабочих или что-то в этом роде. И как создать еще в несколько раз больше? Это вот вопрос вопросов.